всем привет сегодня снова поговорим про ганза про firebird по воскресеньям в этом месяце как вы и просили типа факультативный материал сегодня поговорим про 71 модель fh71 выглядит ножичек вот так и это заимствованный дизайн у гарета булла с его модели шамвари у меня есть опять же на реплику обзор на канале кому интересно и вообще кто такой гарет булл можете послушать и посмотреть там буквально в начале ролика данный нож предоставлен непосредственно производителем за что им большое спасибо ссылки на официальный сайт будут в описании к видео и так для того чтобы лучше понимать что это за нож предлагаю сразу пробежаться по его характеристикам вес данного ножа 102 грамма накладки выполнены из g10 такого серо-голубого цвета присутствует у нас бэкспейсер который сделан точно также из g10 клипса у нас с вами глубокая к сожалению не представляемая на противоположную сторону присутствует темлячное отверстие под данными накладками из g10 находятся остальные лайнера которые облегчены и собственно вот так выглядит нож в открытом состоянии замок liner lock толщина лайнера полтора миллиметра в осевом используются стальные подшипники и стальной шарик детента длина рукоятки 115 миллиметров самом толстом месте это 13 миллиметров теперь по клинку вот такой вот клиночек очень приятный прямые высокие спуски длина клинка 88 миллиметров из них полезных 85 поскольку присутствует вот такая вот у нас крупная дулька в обухе это 3 4 миллиметра сталь д2 заявленной твердостью 60 61 единицу по сведению от 0 45 до 0 5 на кончике финиш клинка сатин ну и пока мы далеко не убежали от его характеристик предлагаю сравнить его с другими известными складными ножами субтитры делал DimaTorzok из всей тройки которая была в этом месяце этот нож нравится мне больше всего чисто визуально плюс он очень удобный вот чисто по удержанию в руке вполне приятный цвет вот такие цвета очень хорошо прокрашиваются вот этими всеми райтами и так случилось что данный нож самый лучший из трех по качеству что одинаковые подводы никаких моментов по заточке все грани ровненькие все насечки ровненькие и все в этом духе давайте разберем этот нож посмотрим как он устроен внутри и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такие ножи вполне можно рекомендовать или новичкам, или тем, кто в принципе не очень увлекается ножами, но ему хотелось бы какой-то в принципе неплохой нож. Но опять же, есть просто фанаты бренда, которые очень лихо сравнивают какие-то оригинальные ножи типа Spider-Co с вот этим Gunza, да, и говорят, что Gunza лучше. Как говорят, у всех своя правда. На мой взгляд, конечно, пока это еще не так, но я думаю, что достаточно скоро ситуация может измениться. Относительно ножа. Как он ведет себя даже при не очень городских задачах. Да, это все-таки нож EDC повседневного ношения. И вот даже на твердых породах дерева он ведет себя очень-очень неплохо. Именно опять же за счет своего сведения, вполне качественной заводской заточки и очень комфортной рукоятки. Она очень прямая, ей можно делать любые работы, любые задачи. Насечка нигде ничего не наминает. Ну и сведение достаточно тоненькое. Причем конкретно вот этот экземпляр видно, что еще потом подводили на пасти, потому что у него кромочка такая прям поблескивает. Но он был не номером один по строганию из вот этих вот трех Gunza. Все-таки номером один из этих трех моделей была 41-я. Давайте я вам покажу, что мне получилось нарезать и настрогать этим ножом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было бы клево, если бы Gunza немножко увеличили клинок, потому что здесь еще миллиметров 5-7 можно было сделать смело, так, чтобы вы не могли им подрезаться, и клиночка было бы-то побольше. Было бы, на самом деле, лучше. На кармане нож располагается хорошо, он не широкий, им можно делать любые задачи. Если вы любитель чистить D2 и складним картошку, то вполне что-то где-то им там подрезать, даже подковырять. Но в разумных пределах все-таки кончик достаточно тоненький, тоже можно. Железка неплохая, но ей требуется уход в любом случае. Здесь от нарезки того же самого ялтинского лука, который не щадит D2 и моментально дает на ней питинг, ничего такого не произошло. Все хорошо. Но, тем не менее, нужно помнить, что D2 есть D2. Сталь неплохая, но требует ухода. Для тех, кто не хочет особо заморачиваться, лучше, наверное, взять 440C на Gunza. Вот такой вот сегодня обзор. Надеюсь, вам было интересно. Производителю большое спасибо за предоставленный экземпляр. Ссылки на производителя, где можно купить нож, сразу в описании к видео и в закрепленном комментарии. На этом, наверное, и все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал D2.